Бритва на продажу. Sheffield, начало 20 века. Компания-производитель Butcher Brothers. Они не имеют никакого отношения к Whedon Butcher, просто у них похожие названия. Бритва сделана для внутреннего рынка Англии. Клеймо, как можно видеть. Сейчас, сейчас, сейчас. Butcher Brothers и надпись Sheffield. Здесь нету England, Made in England. А поскольку бритва точно начала 20 века, так как эта компания работала в этот период, то можно точно сказать, что она сделана для внутреннего рынка Англии. По их законодательству England и Made in England ставили на тех бритвах, которые шли на экспорт в другие страны. Для внутреннего потребления можно было ограничиться названием своей компании. Бритва, в принципе, в неплохом состоянии. Если пользовались ею, то очень мало. Вот. Это такой классический Sheffield начала 20 века. Бритва на выборке. Прямой носик. Вот. Выборка, ну, примерно наполовину. Я сейчас параметры укажу сразу. Вот. Размер здесь. Ширина полотна где-то 5,8 с плюсом. Кромка стандартной длины. Кромка имеет легкую улыбку со скруглениями к носику и к пяточке. Вот. Ну, выборку я уже показал где-то наполовину. Ну, ручка из кости. Ручка из кости, но после небольшого ремонта. Значит, пины с шайбочками латунь. Вот. Клиншек оловянный. Вот. А ремонт заключался в лечении вот этой вот трещинки. Вот. Она не очень большая и не критична. Все вылечено, все шлифовано, отполировано. Даже ногтями, пальцами вы никак не зацепите. Ручка, я думаю, еще дольше самого клинка прослужит. Здесь все очень крепко. Вот. Сама кость тоже вычищена была, отполирована. Вот. Из того, что интересно, здесь получается толщина самих плашек. Вот. Она небольшая. Плашки очень тоненькие и получается, что за счет этого очень хороший баланс достигается. Потому что и сам клинок, он не очень тяжелый, так как на выборке. Вот. А костяные ручки, они, как правило, ну, они более тяжелые, чем пластик, синтетика там какая-то или даже дерево. Вот. В данном случае ручки очень тоненькие и поэтому баланс, ну, отлично. В руке лежит, как влитая. Никуда не перевешивает, не клонится. Вот. Внутри все везде вычищено. Вот. Ну, тут черная, это именно сама кость. Вот. Клинок полностью чистенький, без коррозии. Следы времени, если есть, то минимальное. Полотно без шлифовки. Тут все в оригинале. Вот. Сейчас покажу, как проходят тесты. По резу это, ну, такой классический, опять же, Шеффилд, начало 20 века. Сталь очень мягкая, точится быстро, правится быстро. Вот. Рез будет, ну, вот, как, опять же, у Уэднам, Бутчер, у Остонхольмов, у Роджерсов, у этих бритв, которые на выборке, которые делались, там, в 1910-15 году. Вот. Примерно вот эти годы, когда эта компания, Бутчер Бразерс, работала в Шеффилде. В крайней мере, в старых газетах, которые я находил рекламные объявления этой компании, в газетах попадаются именно за эти годы. там, 910-й, 11-й, 13-й, 15-й год. Вот. Ну, я не думаю, что они прям очень долго проработали, но пока работали, там в объявлениях было написано, занимались поставками парикмахерской продукции. Вот. Там ножницы, клинковые бритвы, машинки какие-то там, еще что-то. Вот. Ну, и, возможно, ножи делали. Ну, потому что в Шеффилде, по-моему, почти все делали ножи. Почти все те, кто занимался и бритвами. Вот. Ну, такой вот интересный клинок. Будет стоить недорого. Вот. Так что, возможно, и начинающим подойдет. Да и кому-то в коллекцию. Выглядит красиво, интересно. Вот. Рекомендую. Хорошая, нестандартная вещь.